Итак, в данном видеоролике я бы хотел более детально обозреть итоги заседания Федеральной резервной системы США, он же Центральный банк. Начну, пожалуй, с макроэкономических моментов, которые необходимо учитывать здесь и сейчас. Первый пункт. Ставка ФРС теперь составляет 3,25 пункта, то бишь повыше на 0,75 пункта. То есть то, что ожидал рынок в целом. Далее словесная интервенция. ФРС озвучивает, что мы стремимся вернуть инфляцию к 2% и очень хорошо осведомлены об угрозах инфляции. Третье. Членовики ФРС сообщают, что медианный прогноз ставки по фондам ФРС на конец 2025 года равен 2,9%. То бишь ключевую ставку в пределах ожидания Федерезервы будут дальше снижать, но после текущего цикла повышения. Четвертое. ФРС очень внимательно относится к инфляционным рискам. Членовики ФРС ожидают, что инфляция составит 5,4% в конце 2022 года, 2,8% в 2023, 2,3% в 2024, 2% в 2025 году. Откуда такие эфемерные цифры? Честно говоря, мне до конца непонятно почему. Потому что если уже закладывают наперед грядущее повышение цен на углеводороды, это как минимум заставит инфляцию как минимум проторговаться на текущих уровнях. То есть в диапазоне 6-7-8% в годовом эквиваленте. Ведь чтобы сбить инфляцию до неимоверно низких уровней, что необходимо? Восстановить цепочку поставок после ковидного разрыва. И во-вторых, и в-третьих, урегулировать ситуацию в геополитике и, соответственно, оказать некое давление на сырьевые рынки, чтобы инфляция в мире начала по себе разбиваться. Но эти три варианта можно ли как-то урегулировать в рамках краткосрочного или среднесрочного периода времени? Конечно же, нет. Шестое. Официальные лица ФРС сообщают, что прогноз ставки по фондам ФРС на конец 2024 года составит 3,9%, предыдущие 3%. Седьмое. ФРС видит продолжение повышения ставок до 2023 года. Ну, то бишь, они нам сейчас говорят, что, мол, подъем ключевой ставки уже подходит к своему завершению. Впереди у нас будет смягчение денежно-кредитной политики. Восьмое. Средний прогноз ФРС показывает ставки на уровне 4,6% в 2023 году, 3,9% в 2024 году. Девятое. Члены ФРС видят ставку на уровне 4,4% к концу 2022 года. Десятое. ФРС сообщает, что дисбаланс связан с пандемией, рост цен на продовольствие и энергоносители, а также более широкое ценовое давление, все это способствует сохранению высокого уровня инфляции. Спасибо, капитан Очевидность. Мне буквально этой информации так не хватало. Далее переходим на ожидания ФРС касательно дальнейшей судьбы денежно-кредитной политики. Ну, смотрите, 2023 год. Они, по крайней мере, сейчас ожидают проторговку. Так называемую в диапазоне 4,5%. То бишь, после текущего подъема ключевой ставки, они будут ее равномерно занижать. Ну, 2024 год они планируют постепенно снижать ключевую ставку в район 3-4% годовых. Будет ли так оно или нет, на воде вилами писано, так как все очень быстро меняется. Соответственно, в дальнейшем по мере роста цены сырьевые товары, я понимаю, что... И они понимают, что сбить инфляцию путем ужесточения ДКП не получится. Соответственно, все эти денежные кредитные условия, они никакой роли больше играть не будут. Тогда, когда в мире будет инфляция выходить из галлопирующего формата в гиперинфляционный. Ждать, как я понимаю, осталось недолго. Так как индекс доллара подходит к своим реперным точкам, те уровни, которые тоже я ранее неоднократно озвучил, там 101-112 пунктов, ну, плюс-минус. Индекс бакса перегрет абсолютно, соответственно, пока по мере ужесточения ДКП, ну, и, соответственно, на одном из ближайших заседаний также ФРС ставочку повысят. Это в любом случае уже будет выше 4% годовых. Индекс бакса как минимум будет проторгаться вот на текущих эшелонах, как максимум на уровне 112-113 пунктов. То есть, вблизи вот этого верхней границы восходящего тренда, который берется в начало с 2008 года. Тем самым, локально укрепление доллара, оно будет сказываться на криптовалютах и, соответственно, на дракопромметаллах. Но, во-первых, я озвучу мысль следующего толка, что какого-то фатального обвала ожидать не стоит ни там, ни там, то есть ни вкрептении в дракопромметаллах. Просто учитывайте, что текущее финальное повышение ключевой ставки, а потолок уже достигнут почти, оно будет всего лишь оказывать давление на эти рыночные инструменты и не более того. Потому что все, что могли ниже отработать, уже давно отработали. Теперь только боковик будет. Вот, соответственно, переходя на золото, серебро, платину, ну и палладий, хотя палладий затратить, я, честно говоря, не вижу никакого, вот просто золото, серебро, платину, то смотрим с точки зрения среднесрока, цен находится на перепродасть, цен находится на конвергенциях, цен тем самым формирует потенциальный паттерн двойного дна. Вот, картина пока по ним прежняя. Как будет торговаться металл на горизонте завтрашней, после завтрашней торговой сессии, думаю, всем все понятно. Локальный откат на сегодняшних интервенциях ФРС с дальнейшим москопом к уровню Яма-9, 1180 пунктов. Серебро пока торгуется в формации вымпел, торговаться пока так и будет здесь, платина проторговывается на уровне 1000 долларов за унцию Яма-200, то есть тот уровень, который я ранее несколько раз о нем мысли озвучивал. Но скажу следующее, что с точки зрения среднесрока, я лично золото как рыночный инструмент при себе держу. Вот буквально недавно эту сделку я озвучивал. Поэтому такой инструмент, как золото в рублях, оно переоценивается пользой роста на факторе валютной переоценки, ну и, соответственно, на факторе самого роста на базовую цену золота, номинированного в долларах. Соответственно, эта сделка у меня открыта. Она среднесрочная, сразу подчеркиваю. Что касается широкого сырьевого рынка, то текущий укрепление доллара также будет сказываться на нефти, на газе. В принципе, нефть постепенно подходит к своим уровням. Лонговых областей на недельном графике 80, примерно 5 долларов за баррель, Яма-100. Природный газ тоже самое, только по нему уйдем еще ниже. К уровню скоро Яма 56 долларов 50 центов. По сахару боковик четкий и твердый, по пшенице 910-920 долларов за данный инструмент. Мы будем в скором будущем штурмовать. Ну, в принципе, как и ожидалось, с боковика вышли вверх на проторговку вот вышестоящих эшелонов. Что касается американского рынка, медленно, но верно скатываемся все ниже, ниже, ниже. В принципе, до уровня Яма 200 по недельному графику 3,700. Ну, в рамках двух-трех недель, думаю, достигнем этот диапазон, потому что давление все еще на американский рынок активно. Но что здесь следует учитывать? Так это накопительный шортовый импульс. Соответственно, чем сильнее будет депрессован американский рынок, тем интенсивнее будет расти коэффициент шортов в этом рынке. То есть, чем дольше будет морозить индекс доллара на уровнях 112-113 пунктов, хотя, признаюсь честно, долгой морозить там не будет. Почему? Потому что потолок по ключевой ставке уже достигается. Он почти достигнут. Дальше только удержание ключевой ставки на вышедших хорнях, смягчение риторики. И все это смягчение риторики будет напрямую влиять на индекс доллара и на доллар будет падать. Тем самым шортовый вынос мы увидим и по рынку металлов, и по криптовалютам, и по американскому рынку, в том числе, в рамках среднесрочной перспективы времени. Потому что, как я раньше свои мысли озвучивал, интервенцию ФРЭС будет менять уже в конце текущего года с переходом уже в следующий год. О снижении ключевой ставки пока речи не идет, но о смене интервенции, да, речь идет. И повторюсь еще раз, что рынок ждет ожиданий. Тем самым в рамках ожиданий будущего смягчения денежных критинополитики рынок, соответственно, будет индекс доллара загонять вниз. И, повторюсь, крипта, золото, американский рынок будут расти. Почему? Потому что деньги будут воспользоваться из американского доллара, из государственных облигаций трежер. Тем самым деньги будут направиться в рисковые активы, то бишь в акции и в те инструменты рынка, какие я сейчас озвучил. В общем, это надо держать в поле зрения. Нам, как спекулянтам. Что касается Feuchana S&P и Feuchana Nasdaq, цели, в принципе, также ниже. По Nasdaq, еще раз напомню, что... Вот он, шип, широкий, уважаемый, 10800 пунктов. В принципе, его пойдем скоро отрабатывать. Что и касается Feuchana S&P, также цель находится ниже 380-382 пункта, где, в принципе, локально можно данный инструмент преланговать. Но не более итогом. Это я сразу подчеркиваю. В общем, подводя итоги данного заседания, я озвучу следующее, что ничего нового здесь не было сказано. Все, в принципе, по-старому. И всю новизну в интервенциях мы услышали только к концу года. Но никак не раньше, потому что к потолку только-только подошли. К потолку подъема ключевой ставки. Соответственно, впереди будет процесс смены интервенций с Истребиного на Голубины, то бишь с подъема ключевой ставки по отношению к снижению ключевой ставки. Ну и, как следствие, вся эта интервенция будет сказаться, повторюсь, на индексе доллара, а индекс доллара будет сказаться напрямую на рисковых активах рынка. Поэтому данные биржевые механизмы и макроэкономические факторы необходимо учитывать. В общем и целом, рекомендую вам подписаться на все наши медиаресурсы, которые находятся в каждом описании под каждым видеороликом. Первый пункт – наши телеграм-каналы. Первый пункт – А. Телеграм-каналы про рынок акций, фондовые валютные товары, фьючерсные рынки, макроэкономика, мнение, аналитика, обозрение и прочее, что-то с этим связано. Пункт Д – это телеграм-канал про сырьевой рынок, нефть, газ, золото, сервоплатин и как всем этим торговать, то бишь можно фьючерс-контракт тоже зарабатывать, торгуя ими. Телеграм-канал ЦИБ – это облигации, банковский сектор и рынок недвижимости. Также рекомендую подписаться вам на нашу вконтакт-группу и, соответственно, Яндекс.Зен, так как информация, которая уходит на всех этих трех медиаисточниках, она попадает задержкой на Ютубу. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратегии – наши главные союзники. Всего вам доброго, удачи на торгов в это столь непростое время и до свидания.